МЕГА СУПЕР ДУПЕР ОФИГЕННЫЕ ДЕСЯТКИ Второе, этот список совершенно беспощадная имхо автора, то бишь меня. Ну ладно, короче погнали. Ржевский против Наполеона. Блэ, этот фильм сам по себе огромная большая блевота. Ну серьезно, какую хрень можно было ожидать от создателей, высравших на свет мерзопакостный Гитлер Капут, смачно по-тупому проехавшись по Великой Отечественной войне. После титров в этом говнофильме была леденящая душа надпись «Наполеон Капут» скоро на экранах. С тех пор прошло 4 года, название и сюжет поменялось 120 раз и вылупилось вот это нечто. Голливуде комедии про переодевание мужчин и женщин уже давно ушли в клаку. Но в России нет, у нас все только начинается. Павел Деревянко грациозно «Очень смешно ряжется в бабу». «Это, короче, так смешно, чуваки! Я угораюсь с пацанами под пиласик!» Помимо всего этого, идиотские, пошлые и бодлятские шутки, совершенно неподходящий саундтрек, отвратительное 3D, да и что там говорить. Даже если оторвать обычный костяной спиной мозг, да любой мозг, и смотреть этот фильм, будучи тупым кретином, все равно хочется сделать фейс-пальму. Особенно обидно, что в таком говнопроекте участвует Леонид Куравлев. Особенно... Ах, да! Где-то года три тому назад, господин Жан-Клод Ван Дамм заявил в интервью, что ему надоело быть однообразным боевиковым актером. И он решил попробовать себя в более высоком, то бишь, драматических ролях. И сразу после этого заявления снялся... в Ржевском против Наполеона. Это просто уин! В целом, если вы не видели этот фильм, лучше и не стоит пробовать этого делать. Ибо нафига вам сдался такой трындец, а? Я вас предупредил. И-и-и... Пу-пу-пу! И ещё раз... Пу! Пу, блин! Ржевский против Ржевский... А-а-а! Призрачный Гонщик 2! О, блин! Ну это ещё один невыносимый, самый громкий фейл года! Будем откровенны. Первый фильм был не гениальным. А к концу так вообще. Но на фоне сиквела, первая часть кажется просто шедевром. Во-первых, создатели, судя по всему, сами не догнали, что сняли. То ли ремейк, то ли продолжение. Даже предыстория совсем другая. И-и-и... Николай играет совершенно другого Джонни Блейза. Это реально просто слегка дороговатый, но дичайший-придичайший трэшак. Вся эта история с ребёнком дьявола, с сектами и прочей фигнёй настолько безобразна, что просто сомневаешься. А это точно не 12-летние школьники писали сценарий. Сам дизайн Гонщика изменился. Получились те же яйца ток в профиль. Он просто никчёмен. Атмосферы ноль. Диалоги хрень. Спецэффекты отстой. А операторская работа ещё больше подмывает, что я смотрю какой-нибудь адреналин третий. Только вместо стетома Николай. Кстати о Николае. Если в первой части ему дали довольно странный парик, Донни сам пытался изо всех сил сыграть крутого байкера, то здесь перед нами опять тот старый добрый Коленька с бровками домиком. И блин, от этой сцены я просто угорал. Ну как можно было снять такой трэшак? У меня это даже в голове не укладывается. Ну и финал вышиб у меня все остатки разума. Голубой призрачный гонщик. Это просто... Ой, просто позор Марвелам за то, что они сняли такой фильм. Если увидеть ещё одно творение о призрачном гонщике, то только перезагрузка. Никаких триквелов, блин. Хорошо, что и сборы, и критики это подтвердили. Так что смотреть-то говно надо, если вы лишь только самый безбашенный поклонник призрачного гонщика. Вот так вот. Карлоса... Ой, фак. Карлосон. Серьёзно, я не понимаю ни наш народ, ни людей, которые делают подобные говнофильмы. Я, конечно, понимаю, что Карлоса на стрит Лингрен это в первую очередь знаменитая детская книжка, а не наш советский мультик. И наши ремесленники, да, блин, ремесленники, могли бы снять вполне забавное, годное, милое произведение. Но первые сомнения появились сразу после имени режиссёра, то бишь Сарика, а также Галустяна в главной роли этой странной возне с правообладателями. Ибо Сарик и Кампашка люди довольно жадные, чтобы не платить денежки потомкам госпожи Лингрен, добавили лишнюю букву О и перенавали фильм просто в тот ещё. Тут ещё мудила. Ну как и ожидалось, создатели пошли по верному пути. Отвратительный графон, отвратительные актёры, отвратительный Глустян, отвратительный пропеллер, которого, кстати, нет. Отвратительная, холодная и жалкая атмосфера. Ииии, отвратительный юмор на грани фола. Да почему на грани? Он уже капитально на фоле. Я не понимаю тех людей, которым понравился этот фильм. Людям, умеющим думать, чисто физически не может понравиться этот сблёв. Там отвра... Нет, да в нём всё отвратительно! Это совершенно дикая попса и невыносимая сказка психоделия. Просто чушь собачья, собравшая большие деньги. Браво, козлы! Браво! Вот такие, блин, дела ииии... Ах да, и Карлсон официально отрясянин. Вот ещё Карлсон. Браво, козлы. Ха-ха, гы-гы, большая ржака. О, блин, ну это уже просто переходит все рамки дозволенной вонючести. Если даже у тех же Enjoy Movies и их говнофильмах есть хоть какие-то намёки на сценарий, то у здешних КВНщиков, видимо, этого звания вообще нету. А ещё у них нету этой штуки. Ну этой, ну как её, на Те... Т-т-т... Та-талант, точно. Этот фильм настолько пропитан бессвязанностью, что я просто не понимаю. Нет, серьёзно не понимаю. В России ежегодно из кинематографических школ и институтов выходят молодые и свежеиспечённые режиссёры, просто с ворохом классных идей для хороших фильмов. Но вот беда, денег у них нету. А продюсировать их задумки в нашей стране никто не собирается, ибо... А кто это вообще по жизни обосну, ёптить? Так что катись, заткнись и пошёл вон. И на экраны выходят фильмы, подобные большой ржаки. В грёбаном, мать вашу, 3D! Какой умственно отсталый кретин согласится продюсировать это? Бодляцкие, тупые, совершенно непонятные сырые шутки. Ненужные компьютерные ставки, совершенно ноль сюжета. Хоть у этого дерьма есть синопсис о охоте за кладом, но... Подобной эпичностью там и не пахнет. Непонятный капустик из дохренища наших современных актёров. Это напоминает какой-то грёбанный театр кабуки. Где все смеются, орут как резанные, бегают, визжат, делают всё что угодно, лишь бы не смешить зрителей. Это реально невыносимая хрень. Если серьёзно, этот фильм годится только на одно. Вот сидит дальнобойщик, короче, едет, едет и остановился. Ему скучно. Да не вопрос, включил под пивасик большую ржаку и дел пошло. Эгэгэгэ. И знаете, в России такие фильмы надо сразу замертво сжигать. Из-за такого говна наше кино так и навсегда погрязнет дерьмей, грязи. Фух, всё высказал. Вот так вот. Отвинта 3D. И ещё одна бестолковая хренатей. Понимаете, здесь просто беспрецедентный случай. Создатели этого мультика попытались, слышите, попытались написать сценарий. Но на деле что же мы имеем? Сценарий о самолётике, который полный лах и хочет стать крутым. И всем это доказать. Блин, настолько примитивных сценариев ещё поискать надо. И ладно бы, если бы эта шаблонность сглаживалась красочной графикой, смешным юмором и интересными и весёлыми персонажами. Но нет. Вы же понимаете, что это слишком роскошно для нас. Беспардонно старив идею, прилепив глаза самолётиком и машинам прям как в кое-каком мультике, это ещё не верх гениальности. Главный герой – самая настоящая, бесхарактерная тупизень. Юмор. Пфф. Создатели даже толком не пытались шутить. Но может положение исправит графика? Ах да. Не смешите меня. Я думаю, из видеоряда понятен весь масштаб трагедий. Но это ещё не всё. Создатели с гордостью заявляют, что выпустили это в три, мать его, дэ, и плюс к столетию российской авиации. Ну окей, выпустили. Что дальше? Если б сделали хорошо, тогда ладно. Я бы вас похлопал бы по спине. Ну а так-то что? Да нихрена. Режиссёр мульта Ольга Лопата поступила очень хитрожопо. Ибо невнимательные родители ломанулся на это, приняв от винта за очередное хорошее творение от Пиксар. Их, бедные люди. А вообще, те, кто это не смотрел, и не надо пробовать. Лучше уж дождаться полноценных пиксарских самолётов, которые выйдут в сентябре 2013 года. Вот такие дела. За то, что создатели попытались сделать хоть какой-нибудь мультфильм со сценарием, и маленький плюсик. Но за то, что получилось всё так сыро, тупо, сплагячено и бестолково, огромный, жирный минус! Пиранье 3DD. И вот перед нами очередной пипец. На этот раз из Голиуда. Знаете, первую часть, что нам обещала, то-то-то мы и получили. Куча крови, кишков, говнища, беспредела, трэша и голых шмар, а также эпичный замес на сиквел. И что же мы имеем? Пиранье 3DD как бы намекает на увеличение всего этого беспредела примерно в два раза. И что же у нас есть? Фига с маслом! Если бы не это жалкое 3D, то фильм мог бы смело выйти сразу на DVD. Ибо всему есть предел. Здесь абсурдность просто достигает апофеоза. Всё это абсурдно просто до глупости. Например, ладно. В первой части, где действие происходило на озере, отгробанных пираний выбраться на сушу при большой толкучке довольно сложно, да и плюс на то-то оно и озеро. Но здесь сраный аквапарк! Чёрт возьми, ну напали пираньи, подошли к бортику, вылезли и бегите на здоровье. Но нет! Почти весь фильм они как дебилы, хотя почему как. Плескаются в бассейне, крича, «Помогите, помогите!» А Дэвид Хассельфов из «Спасателей Малибу» грациозно весь фильм сидел на вышке и пялил на бассейн, ухмыляясь над происходящим. Кстати, его участие в данном фильме воистину отвратительное. Помимо всего, идиотский сценарий. Главный герой бесхарактерный, тупый придурки. Пираньи ещё более отвратительные и прорисованные. Даже нет того смака и беспредела, что было в первой части. Всё снято настолько трэшово и дёшево, что просто непонятно вся соль. Зачем вообще такое дерьмо плодить на свет? Тем более в прокате 3DD собрал жалкие крохи. Ну и конечно же чёрный юмор. Он здесь чёрен просто до неприличия. Вот, например, маленький мальчик хочет подразнить пиранью. На сына смотрит мама и главные герои. И фига к пиранью прыгает, отрубает мальчику башку, матерёт от ужаса и вся в крови сына. Пираньи научились ходить и всё в таком духе. Серьёзно, по мнению создателей это смешно? Ну, по крайней мере, это уже точно не страшно. Так что пиранья 3DD дикий кал, который надо обходить стороной. Такие дела. Москва 2017. Яркий признак того, что... Вокруг сплошное наеб... И данный фильм подтверждает столь мудрую гипотезу. Перед выходом фильма в прокат, картина подавалась нам как очередной фильм о хреново нарисованных пришельцах, нападающих на Москву. В итоге что мы имеем? Полную, непонятную, мозговыносящую, социальную хренотень о поглощении народа рекламой. Даже если задуматься, то идея неплохая. Подсознательное поработение людей путём внедрения сплошной рекламы, словно это фильм-катастрофа, довольно оригинально. Но! Дальше идея, фильм никуда не уехал. Чтобы пригреть бабосов, Москву прорекламировали как блокбастер нападений пришельцев. Вся эта графика сама по себе отвратительная. Хронометраж искусственно тянется до напряжения. Ибо в целом основное действие можно завернуть в минут 30-40. Отвратительное построение диалоги. Да и сам по себе фильм очень странная, нелогичная, наркоманская наркомания. После просмотра сразу возникает вопрос. Чё это сейчас было? Я просто поражаюсь этому. Вы только вслушайтесь. Американский фильм, рассказывающий о вреде или важности рекламы, разрекламированный как фильм о пришельцах, действие которого происходит в будущем Москве. Даже если выпить ведро на стойке боярышника, то вы всё равно не объясните, как эти вещи связаны между собой. И участие таких актёров, как Макс фон Зюдов, немного корюбит. И тем не менее, Москва 2017 совершенно дикая, криворукая и просто извон плохая психоделия, которую даже под расстрелом лучше не смотреть. Фух, я всё сказал. Паранормальное явление 4 Дерьмо! Ну ладно, ладно. Наконец-то говноужастик. Раньше под Хэллоуид штамповались пилы. Теперь паранормальное явление. И знаете, если в пилах создатели ещё могли как-нибудь по Санта-Барбаровски закрутить сюжет, приправив это бесконечными изощрёнными ловушками, то в паранормальных явлениях этот фокус не прокатит. Уже после второй части появилось желание сказать «Скучно!» После третьей «Надоели!» А после четвёртой «Заеб***!» Ладно. Первая часть была сама по себе оригинальной, ибо таким стилем фильм умудрился многих напугать до усрачки, в том числе и меня. Но, начиная со второй части, вся эта мистика, шорики, стуки и прочая фигня стала немного приедаться. Ну аж к четвёртой части, это откровенно заколебало. Уже все эти приёмы, знаешь, наперёд. Но о каком сюжете не может быть и речи. Закончился фильм опять хрен пойми чем. И вот беда в том, что история вообще нихрена не развивается. И плюс это вообще уже не страшно. Конечно, то, что скрытые камеры решили заменить на камеры в ноутбуках, довольно оригинально. Но блин, это так глупо, когда главной героине мотается весь фильм по дому, вцепившись в свой поганый ноутбук. А то уже на такое дело немного выклеивается диагноз. Кстати о героях. Они шаблонны до невозможности, а главной героине самая настоящая мечта пе... Блин, я должен был опять пошутить про педофилов, но это уже слишком заезжено. Естественно, коль у фильма нету толковой концовки, то ясное дело, у фильма будет пятая, шестая, седьмая, восемьдесят девятая, триста сорок седьмая часть, и это будет продолжаться веееееееечно. Коль уже пятую часть анонсировали, то ладно, переживем. Но больше не надо этого делать, пожалуйста. Пожалейте мои челюсти, которые я чуть не сломал во время неоднократных зеваний на паранормальном явлении 4. Вот такие вот паранормалки. Сумерки, Сака, рассвет, часть вторая. Ну конечно, куда уж без Саки, это уже опционально. В чем рассвет, часть вторая сломала систему. Сопли в сахаре или сахара в соплях в фильме стало довольно меньше. В конце был косвенный экшон, и Белла, мать его, свон, улыбнулась. Это потому что Чак Норрис пошутил. В остальном же два слова. Это сумерки. Это четко описывает сию картину. Как бы данный фильм, это завершение франшизы. Пофиг, что дико говняны, но все же завершение. Вспомните эпические масштабные окончания «Властелина колец», «Гарри Поттера», «Темного рыцаря», «Звездных войн» и тому подобных франшиз. Ну что, вспомнили? Ну так это было полнейшим говном. Настоящее калометание происходило здесь. Ведь только в сумерках могут сделать главного злодея, мистера-мазохиста с педофилическими наклонностями. Только в сумерках могут пихнуть компьютерного младенца. Только в сумерках армии с друзей с размером 18 человек это пипец как много. И только в сумерках плохие вампиры могут пойти на хороших, грациозно постоять 10 минут, показать главному злодею будущее и мирно разойтись. Только в сумерках... Да, блин, такое дерьмо можно увидеть только в сумерках. А все эти междусобойческие разборки между вампирами выглядят как разборки трехлетних детей в песочнице. То бишь дети думают, что их ссоры и разборки происходят на полном серьезе, но на деле всем насрать. Вот примерно такая же херня и с сумерками. К финалу фильмы эти сулочи вместе дружно будут жить целую вечность. Так что я не знаю, нашлю на них и Блейда, и Винчестеров, и Кейт Бекинселл в латексе, ну и конечно же Стивена Сигла. А вот за благоговерное завершение этой франшизы я уже благополучно выпил моющего средства. Так что единственное, что я могу добавить, это... Пошли нафиг белокужие педи... Бригада-наследник. Вот знаете, я никогда не был поклонником сериала Бригада. Ну не люблю я подобные истории, но отрицать не стану, что Бригада является одним из лучших современных российских сериалов. Похождения Старшей Белого логично закончили в сериале. Но хрен там плавал! Выпускать фильм продолжения сериала, который нифига не о Белом и не о Бригаде, это полный бред. Если у создателей не было нормального сценария на руках, то непонятно, зачем тогда вообще нужно было браться за это дело. Первый фейл озарил наш лик прямо в самом начале фильма, где полукомпьютерный и полуразмытый Александр Белый взрывается в тачке. С этого момента сразу стало ясно. Бригада не будет. Никакой атмосферы старого сериала здесь нет и в помине. В том числе и никакой Бригады в фильме нету. Этот хренов сын Белого самый настоящий бесхарактерный акурот. Естественно, никаким наследием здесь и не пахнет. Это чисто тупой до невозможности Б-боевик. Совершенно с шаблонным сценарием и диалогами. Причем это не чистый экшен-фильм. В остальном же Бригада наследника это дикая унылость, которую просто скучно смотреть, потому что это не криминальная драма, это не бригада, это не хорошая история, а просто скучная, унылая, из рук вон плохая драма и примитивный боевик, который сгодится лишь на показе по телеку, как отдельный телефильм. Ну уж точно не для кинотеатра. И даже отсутствие в фильме главной музыкальной темы Бригады, это просто большой плевок в сторону поклонников оригинального телесериала. И сразу возникает вопрос. Нахрена это вообще снима... А, ну да, конечно. Фух, так что такие продолжения и наследия нам нафиг не нужны. Вот так вот. Итак, пока что на этом всё. Вот такой вот кал озарил нас в этом году. Остаётся лишь то, что вы напишите свой самый нелюбимый фильм 2012 года в комментариях. Ну а продолжение следует, так что будьте на связи. Всех с наступающим, всего всем наилучшего, держитесь подальше от говнофильмов, вступайте в группу и всем пока! С Рождеством, ублюдки!